Мы начинаем требовать от каждого по способностям, каждому по потребностям. Мы видим, что люди не согласны. То есть каждому по потребностям они согласны, а вот от каждого по способностям не могут дать. Почему не могут дать? А для чего давать? Что я от этого буду иметь? Я должен иметь энергию, которая бы меня обязывала, чтобы я работал бы, отдавая всего себя на общество, на его великие цели, на его великие завтра. А что мне за это будет? Каждую секунду у меня мое тело, мой эгоизм внутренний, не просто мое животное тело, а мой внутренний эгоизм спрашивает, еще, 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 для чего, зачем, почему, у меня нет сил. Я не могу это сделать. Значит, или мне надо дать какую-то огромную тягу к цели, то есть показать там впереди что-то такое, что у меня захватит дух, и я буду только к этому стремиться, и буду просто как заведенный на эту цель, закороченный на эту цель к ней идти, и тогда я буду все отдавать и все делать только для того, чтобы ее достичь. Или нужны огромнейшие-огромнейшие воздействия на меня в виде страданий, которые заставят меня двигаться к этой цели, потому что мне некуда, абсолютно некуда урвать в сторону, вырваться. У меня только одна труба, по которой я могу к этой цели идти. Вот если это общество сорганизует меня таким образом, или вперед по этой трубе потянет меня к цели, или сзади будет меня подгонять палкой к счастью, что называется, то тогда я буду двигаться, а если нет, то нет. Поэтому категория правды, она в нашем мире совершенно не реализуема.